Будем перекрывать дорогу и жечь на дороге костры и все. Жечь костры и перекрывать улицу за последние два года уже стало привычным делом для жителей Шкодовой горы перед началом отопительного сезона. Все нам врут. У нас есть записи. И Ляшенко есть записи, и Козловская. Все есть записи. Они врут нас. В конце концов, отопительный сезон на носу. Отапливать нас только единственная котельная. Никто не готовит ничего. Для Артема сегодня первый в жизни митинг. Ему всего лишь пять месяцев. Этой зимой его семья, как и тысячи других жителей микрорайона, может остаться без отопления. Будем стоять на дорогах, перекрывать дорогу. А что делать? Холодно, ребенка не покупаешь, начинает болеть сейчас. Поэтому будем перекрывать дороги. У домов микрорайона общая котельная с нефтеперерабатывающим заводом. В своем обращении к премьер-министру Укртранснефтепродукт уже сообщил, что до теплов квартиры в этом году не смогут. Вопрос городской власти. Почему у нас нет котельной? Вопрос. Почему? Почему дети должны мерзнуть? Почему мы сегодня должны собраться, оторвать всех от работы, жильцов от дома, от семьи? Я у него спросил, что передать жильцам по поводу отопления. Не переживайте, до осени будет у вас мини-котельная. На рабочей группе он сказал, я этого не говорил. Люди попытались поговорить с руководством Укртранснефтепродукт. Большинство из них – бывшие сотрудники НПЗ. Охранника нет, никого нет. Там охранники стоят. Может, туда? Давайте будем ломать дверь. Не, ломать, посадят. Знаете, я проработал на этом предприятии 25 лет. А я 32. Вот. И жалко ломать то, что 25 лет тебе служила. Так красиво у нас здесь было, убрано. Сейчас такая разруха. К людям так никто и не вышел. Жители Шкодовой горы звали на свое собрание руководство департамента городского хозяйства. Но к ним никто не приехал. Они решили навестить департамент сами. Но никого на рабочих местах не обнаружили. Никто на нас внимания не обращал. Вообще завод остановился и остановился полностью поселок. Жизни нету на поселке. Так как никто общаться с людьми не хочет, они уже готовятся к массовой акции протеста. Обещают перекрыть дорогу на сухой порт. Анна Городенцева, Денис Рудь, телеканал «Репортер». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова